МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксперимент рассчитан на 10 лет. Встать на учет просто. Достаточно скачать мобильное приложение и зарегистрироваться. Налогоплательщику, самозанятому, не нужно сдавать отчетность. То есть он у нас только зарегистрировался как самозанятый, и то через электронное приложение. Либо есть уполномоченные банки, которые также оказывают эту услугу. Отчетность он не сдает. Контрольная кассовая техника ему не нужна. И он свободен в выборе, платить или не платить. Ему страховые взносы в фиксированном размере. Он решает это сам. Теперь оплатить налог, выписать чек и просматривать статистику продаж можно, не выходя из дома. Также просто в личном кабинете подать декларацию 3НДФЛ. Впрочем, еще один способ сделать это – почта. А если возникли вопросы, ответы найдутся на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру. Программа – декларация, с помощью которой налогоплательщик очень легко заполнит декларацию 3НДФЛ. Ну и, конечно, в самом выгодном положении пользователи сервиса личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Этот сервис дает им возможность сформировать декларацию. Специалисты отмечают, за период кампании зарегистрировано более 16 тысяч деклараций. И по предварительным сведениям пройти эту процедуру необходимо еще примерно 6 тысячам налогоплательщиков. Не стоит откладывать поход в налоговую, ведь несвоевременность ведет к штрафу. Операционные офисы открыты весь апрель без перерыва на обед. Все субботы – рабочие. В конце месяца в налоговой службе для декларантов день открытых дверей. Инспекторы напоминают – главное не только вовремя подать сведения, но и оплатить налог. А это можно сделать не позднее 15 июля.